Бескомпромиссный хоккей. Не будем надеяться, что и сегодня нечто подобное мы с вами сумеем наблюдать. Дяк на маленькой площадке, куда-то было, да. Вот, в блядь, какие-то... Какие-то узлими. Хорошая передача в центр. Братцок в касание. И счет открыт. Ладе не нужно много моментов. И Денису Гурьянову в том числе, который счет и открывает. Еще раз смотрим. Здорово здесь. Скинул. Шайбу сопернику и продолжил свое движение поступать на их ворота. Тобия Свиклун. Может быть, это немножко запутало защитников трактора, что Свиклун пошел на ближнюю тоже. Но в итоге... В итоге классная работа. Маргин Зантович, кстати, в ассистент. В матче Артисовов возмущается так, как будто бы его команда 0-3 проигрывает. Как красиво сделал. Все Белоусов и Шайба в воротах. Так... Нет, не Белоусов, Шенфельд это был. Но в любом случае, в любом случае, гол-то блестящий. Гол имени Антона Шенфельд. Ну и давайте еще раз посмотрим. Вот здесь как раз передача на Шенфельд разворачивается. Он в оконцентной оси. И в каком бросок-то получился неудобный для Демченко, а? Красавец. И посмотрите, из-под защитника тоже бросал. Из-под силового приема, по сути своей. Ну и Демченко падает. Вперед просто не сумел. И очень хорошо видел момент этого самого броска. Но, тем не менее, Шайба зацепил. Мартынов. И бросок Егора. Шайба в воротах. Вот 3 на 5 выстояли, а 4 на 5 отыграть не сумели. Но здесь тому есть объективные причины в этом чемпионате. У меня есть ощущение, что подставил там Попов Клюшкина по тачке. Но пока записывает гол на Мартынов. Получилось. Линкен. За ворота переводит. Вновь Попов. Вставит корпус. Не позволяет Гуркину подобраться к шайбе. Бросок в дальний угол. И 2-2 счет становится. Бессилен был Масахис. В притирочку с дальней штангой шайба ложится. Поздравления вполне-вполне уместные. Еще раз смотрим. Да, вот Новок сместился на пятак. И подправил бросок Попова. В первом моменте сам Попов подправлял. Да, бросок от синих защитников. Приобрести по одному, как минимум. Белоусов ускоряется. За ворот уходит. Белоусов. Плохо разыграно. Воробьев. И шайба в воротах. Абсолютно закрыт был сейчас Демченко. Как же жаль. Как же жаль голкипера Челябинского. Потому что он команду сегодня, ну как мог, подтаскивал после двух пропущенных шайб. Да, причем даже не соперником был закрыт, а спиной Бородкина сейчас закрыт был в этой ситуации Демченко. И очень пробьев прикирочку с Дани штангой. Все пять шайб в этом матче влетели сегодня в одни ворота. В левый по телекартингу, в правый по телекартингу. Так нужно довести шайбу до Масальскиса. Хотя уже Демченко ворота покинул. Действительно 35 секунд остается Белоусов. А здесь сейчас можно забивать в пустые ворота. Затевич это делает. Затевич третий матч подряд отличает. По-моему, это он. Отличается Пруксов. Посмотрим. Перехватил шайбу. И отдавал-то на партнера. Да. Макфлад также в ассистентах. Нет, не знаете, не 26-й, 16-й номер. Семен Валуй. Ну, а Лада побеждает. Побеждает своих оппонентов. Лада одерживает очень неожиданно. Но все же уже пятую победу в последних шести матчах. Третью победу к ряду. Это самая длинная победная серия команды в этом чемпионате. И Лада, видимо, продолжает подъемы из подвала. Турнирные таблицы. 4-2 сегодня. Ну, Георгий Белаусин должен получать, по идее, лавры лучшего игрока в составе Лады. Сегодня три передачи на его счету.